До 1 февраля 2011 года инвалиды могли покупать любой слуховой аппарат, который, по их мнению, является лучшим и подходит им для личного пользования больше всего. При этом им полагалась компенсация полной стоимости средства реабилитации. А вот после указанной даты и по сей день, инвалид может либо получить бесплатный слуховой аппарат в специализированных государственных учреждениях, либо купить прибор за свой счет и получить компенсацию в размере стоимости аппарата рекомендованного. И предлагаем ему для безвозмездного получения фондом социального страхования. Если слуховой аппарат окажется более дорогостоящим, компенсация за слуховой аппарат не покроет затраты инвалида в полном объеме. Где выплачивается компенсация за слуховой аппарат? Обращаться за получением компенсации после приобретения за свой счет слухового аппарата нужно в региональное отделение фонда социального страхования или в отделение по месту жительства того уполномоченного органа ГОС. Власти по региону, которому были переданы полномочия по оказанию социальных услуг населению. Инвалид, которому необходимо в силу своей тугоухости или полной глухоты пользоваться слуховым аппаратом, может получить данное средство реабилитации двумя способами – подать заявление о необходимый комплект бумаг ФСС и получить аппарат. На безвозмездной основе – купить выбранный слуховой аппарат самостоятельно и за свои деньги, после чего предъявить ФСС документы на средства реабилитации и получить компенсацию части или полной стоимости прибора. Таким образом, инвалиду будут возмещены расходы на покупку слухового аппарата в следующих случаях, если человек с ограниченными возможностями здоровья решил самостоятельно купить слуховой прибор и написал заявление о выплате ему компенсации. Если тот слуховой аппарат, который предусмотрен индивидуальной программой реабилитации, не может быть предоставлен в силу его отсутствия в перечне положенных к выдаче приборов. Читайте также статью «Компенсация средств реабилитации, купленных самостоятельно». Как оформляется компенсация за слуховой аппарат? Пошаговая инструкция. Инвалиды имеют право небесплатный ремонт слуховых аппаратов на безвозмездное изготовление ушных вкладышей по индивидуальным размерам и на замену прибора каждые 4 года. Чтобы получить бесплатный слуховой протез или компенсацию его стоимости, следуйте приведенной ниже инструкции. Если требуется устанавливать протез ребенку или человек внезапно лишился слуха для получения слухового прибора БИС. Оплаты понадобятся сперва обратиться в специализированные учреждения для присвоения гражданину инвалидной группы и составления индивидуального плана реабилитации, можно пойти в государственное медицинское учреждение или в частную клинику, имеющую лицензию по деятельности сурдология от ариноларингология. Третья инвалидная группа присваивается человеку в следующих случаях. Если человек в значительной степени лишен слуха с самого его рождения, если у человека выявлена третья, четвертая степень тугоухости и соответствующие нарушения и заболевания. Когда заключение о присвоении инвалидной группы будет оформлено, нужно сходить в сурдологический центр и получить справку о группе глухоты или степени тугоухости. Врач выдаст заключение о необходимости слухопротезирования. Далее нужно обратиться в бюро медико-социальной экспертизы, здесь выдадут медицинское заключение, а специалисты центра поставят инвалиды на учет и разработают индивидуальную программу реабилитации. В ней будет сказано, в частности, о необходимости установки одного или сразу двух слуховых протезов. Наконец, с собранными бумагами можно посетить региональный ФСС и составить заявление на выдачу слухового прибора без оплаты. Сотрудники фонда рассмотрят документы и выдадут направление в течение 14 дней. Это направление должно быть получено вами и передано в любую лицензированную организацию, специализирующуюся на поставке слуховых протезов. Если модель, указанная в индивидуальной программе, имеется на складе, вам ее выдадут. Если такого прибора в наличии нет, придется ждать ближайшей поставки или покупать аппарат за свои деньги и требовать затем компенсации. Если вы в итоге купили слуховой аппарат сами, предоставьте документы о характеристиках товара и его оплате в ФСС, вам выплатят компенсацию. Читайте также статью «Компенсация инвалидам третьей группы». В каком размере выплачивается компенсация за слуховой аппарат? Раньше возмещению подлежали любые по объему расходы, связанные с покупкой необходимого слухового протеза. Сейчас компенсируется только та часть стоимости аппарата, которая равна стоимости аналогичного прибора из перечни средств реабилитации, предоставляемых инвалидам бесплатно. Если аппарат оказался дороже, чем выдаваемый в ФСС аналог, инвалиду не компенсируется разница в цене. Если прибор стоил дешевле, будет компенсирована фактически потраченная инвалидам сумма, не больше. Читайте также статью «Компенсация за обувь ортопедическую». Какие документы нужны для обращения в сурдоцентр? Прежде чем обращаться в сурдоцентр, заранее позаботьтесь о подготовке полной комплекта документов, необходимы будут ксерокопии оригиналы, паспорт матери или отца, в зависимости от того, кто будет оформлять компенсацию, индивидуальная, программа реабилитации, сертификат соответствия качества изделия, декларация, лицензия поставщика, кассовый чек на покупку аппарата, товарный чек на покупку прибора с фамилией инвалида. Список документов для предъявления в ФСС или УС. Для того, чтобы оформить компенсацию, придется подготовить комплект документов, включающий в себя паспорт родителя, который занимается оформлением компенсации, свидетельство о рождении, если протест был куплен для ребенка, заключение. Из сурдоцентра Заключение о присвоении инвалидной группы, индивидуальная программа реабилитации, свидетельство обязательного пенсионного страхования, СНИЛС, лицензия поставщика слуховых аппаратов, сертификация ответствия. Декларация, товарный чек с фамилией покупателя, кассовый чек на покупку прибора, реквизиты банковского счета для перечисления средств. Законодательные акты по теме. Приказ Минздравсотразвития РФ от 31 января 2011 года номер 57Н о порядке выплаты компенсации за самостоятельно купленные инвалидам техническое средство реабилитации постановления правительства РФ от 31 декабря 2005 года номер 877 о порядке обеспечения инвалидов. Тех, средствами реабилитации отдельных категорий граждан протезами и протезно-ортопедическими изделиями Федеральный закон от 24 ноября 1995 года номер 181 ФЗ о социальной защите инвалидов в РФ Распоряжение правительства РФ от 30 декабря 2005 года номер 2347Р Перечень реабилитационных мероприятий тех Средств реабилитации услуг, предоставляемых инвалиду Приказ Минздравсотразвития РФ от 12 апреля 2006 года номер 282 о сроках использования тех Средств реабилитации протезов и протезно-ортопедических изделий до их замены типичные ошибки. Ошибка. Инвалид купил дорогостоящий слуховой протез иностранного производства и требует компенсации расходов в размере полной стоимости прибора Комментарий Компенсация выплачивается только в том размере, который предусмотрен фондом социального страхования Если аппарат будет стоить дороже аналога, который выдается в ФСС бесплатно, разница в стоимости не будет возмещена Ответы на распространенные вопросы о том, кому полагается компенсация за слуховой аппарат Вопрос номер 1 Могу ли я за свои деньги отремонтировать протез и получить затем компенсацию стоимости ремонта? Ответ Да, более того, вы можете возместить затраты на приобретение нового протеза раз в 4 года и на изготовление ушных вкладышей по Индивидуальным замерам Вопрос номер 2 Что делать, если слуховой аппарат сломался до истечения установленного срока использования и он не подлежит ремонту? Ответ В такой ситуации нужно обратиться к специалистам медико-технической экспертизы и получить заключение О невозможности проведения ремонта аппарата прибор в таком случае подлежит преждевременной замене Видеосоветы Какие документы необходимы для компенсации за средства реабилитации инвалиду? В видео раскрывается информация о том, какие документы по закону необходимы для получения компенсации за средства реабилитации инвалиду в России Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион» Бесплатные юридические консультации круглосуточно Телефон центра 8 800 555 67 55 Добавочный номер 769 Адрес сайта указан в описании под видео Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск Подписывайтесь на канал Поделитесь в соцсетях Всем пока!